Девушки отдыхают И все? Никакого пароля, никаких тайных знаков? Никаких тайных знаков. Мне очень жаль разрушать твои мальчишеские представления о работе разведки. Из Новиграда у нас есть только непроверенная информация, сплетни. Но там тебе может помочь наша общая знакомая. Некая Трис Миригольд. У нее, говорят, уютная квартирка в доме у главного рынка. Наверняка она будет рада меня видеть. А ты что собираешься делать? Я сейчас же отправляюсь на Скеллиги. Там произошел выброс магической энергии, который уничтожил пол леса. И кажется, это как-то связано с Цири. Я буду в Каэр Трольда. Присоединяйся ко мне, когда что-нибудь узнаешь. Прежде чем мы расстанемся, почему ты не появилась раньше? Я был тебе не нужен? Нет. Это я была тебе не нужна. Я слышала вы из Трис. Замечательная пара. Я потерял память. Правда? Отличная отговорка. Давай не будем на эту тему. Если я еще раз услышу, что все не так, как тебе кажется, или теперь я понял, как тебя люблю, я за себя не ручаюсь. Замечательная пара. Ты думаешь? Может, обошью себе им доспехи. Удачи, Йен. И тебе. Послушай, если ты вдруг захочешь узнать, что случилось в мире, пока ты шатался с Весемиром по бездорожью, поговори с послом Воратра. Это вон тот тип. И Геральт. Я знаю, что кругом война, все такое. Но не пытайся стать героем, хорошо? Просто проверь эти следы и приезжай ко мне. Живым и здоровым. Я буду тебя ждать. Я буду тебя ждать. Витиман. Он же ведьмак Нордлингов. Посол Воратра? Йеннифер говорила, что тебя можно расспросить о текущих делах в мире. О войне, обо всем. Разумеется. У одного слуги императора не может быть секретов от другого. Позволь, перейдем к карте. Как идет война, не считая того, что она неизбежно закончится триумфом Нильфгарда. Мы беседуем с глазу на глаз, без свидетелей. Так что давай оставим пропаганду, даже под маской иронии. Наступление шло замечательно, до зимы. Мы разбили темерские войска в пух и прах. В Айдирне был такой хаос, что никто даже не сопротивлялся. До первого снега мы вышли на линию Понтера. Остался ослабленный Каэдвен и редание Родовида, который проигнорировал мольбы всего Севера о помощи. Мы думали, что он запросит мира. Может, даже принесет вассальную присягу. Уверенные в победе ждали, когда сойдет снег. Родовид принесет присягу? Да, мы зря надеялись. Вместо того, чтобы слать к нам послов или выдвинуть в нашу сторону войска, Родовид прошел через заснеженные Пустульские горы и атаковал Каэдвен, своего союзника. Родовид застал их врасплох, а поскольку Каэдвенцы и так упали духом, достаточно было нескольких проигранных стычек, чтобы они сложили оружие и перешли на сторону Редании. Так, к весне, вместо двух ослабленных врагов у нас был только один, зато могущественный. Кажется, я услышал в твоем голосе восхищение. Родовид враг, но я не могу отказать ему в хитрости. Он провел нас, как детей, и не слишком сообразительных. Вернемся к войне. По весне дело дошло до великой битвы на пастбище Хвелина. Великой, но не решающей. Потери с обеих сторон были огромны, пожалуй, беспрецедентны. Родовид отступил за Понтера. Пока что он там в безопасности, до тех пор, пока с юга не придут подкрепления. Тогда император Имгир Варемрейс расправится с ним окончательно. А почему вы просто не пошли домой? Сберегли бы всем силы и множество людских жизней. Боюсь, ставка слишком высока, чтобы бросить гады. Теперь можно играть только в Аббанк. Как сейчас в Велине? Плохо, как всегда. А может, даже хуже. В этом краю никогда не было молочных рек с кисельными берегами. А теперь он захлебнулся в крови. Войска прошли через него несколько раз. Вытоптали поля, ограбили амбары, сожгли деревни. Начался голод. Понятно. И как у вас получается управлять этим раем на земле? Не очень, честно говоря. Наши силы и так растянуты. А Велин — это сплошные топи и густые леса. Тяжело контролировать такую территорию. Многие патрули не возвращаются в гарнизон. Так что сейчас там правит от нашего имени один Нордлинг. Он был мелким офицером в Темерской армии. Филипп Стенгера. Более известный под своим Ном-де-Герр «Кровавый барон». Не связывайся с ним. По-хорошему тебе советую. Какие вести из Новиграда. Вольный город все еще вольный? Да. Хотя все знают, что ненадолго. В Аксенфурте сидит Родавид. А император здесь, в Визиме. Слишком близко. Обоим нужны деньги и мощный флот. А Новиград может дать и то, и другое. Поэтому атмосфера в городе несколько нервная. То есть? Как люди справляются со страхом, они ищут утешения и козлов отпущения. Церковь Вечного Огня прекрасно это понимает. Поэтому она обещает верующим лучшую жизнь и выискивает виновных. Кто развязал войну? Кто на ней зарабатывает? Известно кто. Чародеи, эльфы, краснолюды. Словом, выродки. Я на должности в Новиграде уже 13 лет. Сперва как консул, потом посол. Я многое видел. Жестокость, цинизм, алчность. Но даже меня бросает в дрожь от того, что сейчас там творится. А что нового на Скеллиге? Ничего. Островитяне же так этим гордятся, правда? Делать все согласно традиции. Как деды и прадеды. А потому, как деды и прадеды, они грызутся друг с другом, крадут, иногда нападают на наши транспорты. Это утомительно. Но не более того. Скеллиге всегда был на обочине истории. Там и останется. Ты так уверен. А если король Бран сумеет примирить ярлов и поведет их против вашего флота? Король Бран немощный старец. Без того, что я слышал, он даже не помнит имен своих вассалов. Так что вряд ли что-то получится с объединением. Спасибо за помощь. Не за что. Пусть великое солнце освещает твой путь. Пусть великое солнце освещает твой путь. Пусть великое солнце освещает твой путь. Отдай мои вещи. Цитрус и гвоздика. Благодаря этому аромату платье вашей милости дольше сохранит свежесть. Покорнейше благодарю. Император не славится терпением. Он хочет видеть свою дочь живой и здоровой как можно скорее. Да, он, кажется, что-то об этом говорил. Прощай. Ты слышал о бригаде в Рихе? Такие, как... Прощай. 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 Встреча с Йеннифером оказалась не самым важным событием во время пребывания Геральта в Изиме. Геральт узнал, что его подопечная Цири вернулась из долгого путешествия и ей грозит опасность. По приказу императора и по просьбе Йеннифер Геральт отправился на поиски Цири. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова